МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот праздник на все времена. Первомай стал символом весны и труда для многих поколений жителей нашей страны. В этот день на улицы города вышли около 30 тысяч рязанцев. Торжественное шествие традиционно началось на площади Победы. В нем приняли участие руководители региона и города, работники крупных предприятий, спортсмены и студенты. Среди них была Ирина Ковалева. Первое мая, которое совсем недавно воспринималось как пережиток советского прошлого, сегодня набирает популярность среди россиян. Шествие по центральным улицам города в единой колонии вновь считается не только престижным, но и важным, объединяющим всех горожан события, к участию в котором стремятся. В этом году, в первый день мая, порядка 30 тысяч рязанцев отметили день весны и труда традиционным шествием. Колонна двинулась с площади Победы в сторону площади Ленина в 9 утра. Возглавили шествие руководители города и Рязанской области. Среди них глава региона Николай Любимов, зампреда правительства, исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов и председатель Гордумы Владислав Фрауов. За ними следовали представители профсоюзных организаций, строители, работники культуры, спортсмены и представители рязанских вузов. Воздушные шары, флаги, фирменная одежда, необычные арт-объекты. Над оформлением каждой колонны работали не один день, чтобы предприятие или вуз обрели свою индивидуальность. Так колонну Рязанского медицинского университета открывала небольшая импровизированная машина скорой помощи, а также куб из красных и белых шаров, напоминающий о том, что в этом году вузу исполняется 75 лет. Постараемся каждый год что-то придумывать, слушать идеи ребят и какие-то воплощать из них, стараться сделать из этого больше. Поэтому это прекрасный праздник, сегодня сопутствовал погоду, но, по-моему, два года назад был дождь, и мы, тем не менее, прошли с прекрасным настроением. Поэтому 1 мая для нас это уже такая дата, в которой университет в едином порыве, в хорошем смысле этого слова, приходит и проходит по городу и радуется вместе со всеми этой датей прекрасной. Для Рязанского медицинского университета участие в первомайском шествии стало уже доброй традицией, которой он следует на протяжении семи лет. Каждый год их колонны отличаются не только настроением, но и яркими национальными костюмами, в которые в этот день наряжаются студенты из других стран. Это наши национальные варские костюмы. Мы представляем наш университет и выступаем на различных мероприятиях в этих костюмах, нашим национальным танцем, и сегодня решили представить именно в этих костюмах наш университет. Это традиционные яменские одежды. Во всех этих странах, будь то Йемен, Марокко, Дагестан или Тунис, также отмечается 1 мая. Однако далеко не везде такими торжественными шествиями. Так что для иностранных студентов участие в первомайской демонстрации несомненно новый и интересный опыт. Ну а для русских это праздник единения. Объединяет людей, чувствуешь гордость за свой университет. В колонии идем как единое целое, очень захватывающе. Да, действительно, очень много эмоций, очень много впечатлений. Это всегда запоминающийся день, и это всегда очень весело. Рязанский медицинский университет собирается и дальше продолжать добрую традицию участия в ежегодном первомайском шествии, который действительно объединяет не только всех рязанцев, всех россиян, но и представителей многих национальностей. Для всех участников демонстрация завершилась на Соборной площади, после чего начались народные гуляния, которые продолжались в разных уголках города до конца дня. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Теперь печальная новость. В Рязани убит таксист. Это одна из самых опасных профессий. Никогда не знаешь, что за пассажир сидит рядом с тобой и чем может закончиться обычная поездка. Подробности у Валерия Седова. По словам таксистов, людей в состоянии алкогольного опьянения вести тяжелее всего. Никогда не знаешь, как они поведут себя в той или иной ситуации. Ждать от них скандала или пожелания счастливого пути. К сожалению, от опасности никто не застрахован. В ночь на 2 мая 22-летний мужчина подвозил на своей машине пьяного рязанца. У остановки общественного транспорта на улице сельских строителей пассажир повздорил с водителем. Обычная словесная ссора закончилась трагедией. Нетрезвый мужчина ударил таксиста ножом в шею. Пострадавший смог выбраться из машины и позвать на помощь. Нападавшего задержали очевидцы и оперативно прибывшие на место сотрудники полиции. Таксист был доставлен в больницу, где, к сожалению, от полученных травм скончался. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Иными словами, убийство. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и его мотивов. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас остановка на улице сельских строителей выглядит именно так. Родственники погибшего разложили здесь красные гвоздики. У таксиста остались жена и четырехмесячная дочь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Праздник со слезами на глазах приближается 73-й годовщина победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, мужчины и женщины, очевидцы тех страшных событий, напоминают нам о великом подвиге своего народа. Далее расскажет Валерий Седов. От обычных пенсионеров их отличают только медали и ордена на одежде. Сегодня их лица украшают улыбки, а от былой тоски и грусти не осталось и следа. По словам председателя Совета ветеранов железнодорожного района, в живых осталось 143 участника войны и почти 4000 тружеников тыла. Накануне 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала для них праздничный концерт под названием «Живет победа в поколениях». На мероприятие пришло около 500 ветеранов, тружеников тыла и бывших работников нефтезавода. Николай Васильевич Косоруков ушел на фронт 17 лет в 1942 году. Участвовал в сражениях на Курской дуге, был тяжело ранен. После службы Николай устроился на Рязанский нефтезавод, где проработал 25 лет. Сейчас он ветеран войны и труда. В этом году ему исполнится 93 года. И для него концерт – это настоящий подарок. Знак того, что его помнят и чтят. Сейчас Николай Косоруков состоит в районном совете ветеранов, который поддерживает Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Очень важно, чтобы сегодня подвиг, который вы совершили, никогда и никем не забылся. Я хочу от всей души вам пожелать, чтобы вы подольше были с нами. Чтобы тот труд и та жизнь, которую мы сегодня ведем, была для вас гордостью. Чтобы вы могли гордиться нами. Я хочу пожелать вам здоровья, благосостояния и мира. С праздником вас, дорогие ветераны! Владимир Абрамов вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятные подарки. В ходе музыкальной патриотической программы «Живет победа в поколениях» прозвучали стихи и песни военного времени. Концерт дал старт празднованию очередной годовщины Дня Победы при поддержке нефтяников. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Последний рабочий день апреля врачи областной клинической больницы провели не только на приеме больных и в операционных. На этот раз они вышли на улицу для того, чтобы посадить деревья. Эта аллея поколений как нельзя лучше показывает преемственность. Вопросы отцов у детей здесь не стоят. Слишком благородное дело людей спасать. Подробности далее в сюжете. Вместо скальпеля и стетоскопа врачи ОКБ взяли в руки ведра и лопаты. Более ста саженцев, кленов и ясеней посадили на аллеи поколений. За 35 лет работы медицинского учреждения здесь сменилось не одно поколение врачей. Причем это семейные династии. Среди таких династий и семья главного врача Дмитрия Хубезова. Родители врачи и сын будущий хирург. Просто нам приятно будет, если и наши доктора, и пациенты вместе с родственниками, если погода будет позволять, походят по этому скверику небольшому. Мы обязательно поставим здесь скамеечки, обязательно проложим дорожки. Ну то есть большое спасибо всем тем, кто откликнулся на эту акцию. Эти деревья нам предоставлены бесплатно. Игорь Васин также является представителем династии. Мама – гинеколог, папа – патологоанатом. Именно по его стопам и пошел Игорь. Жена тоже доктор, врач, реабилитолог. Работа Игоря заключается не только в установлении причины смерти. Как это принято считать, важным этапом его деятельности являются гистологические и биопсические анализы. В своей лаборатории они ставят диагноз, от которого зависит дальнейшее лечение пациента. Сажать деревья доктор вышел с удовольствием. Молодые побеги, как символ жизни, совсем скоро украсят своей зеленью местный пейзаж. Ничто не сохраняется в наших душах и сердце, как память. Вот эта акция – это закладка той благородной памяти, которая должна сохраниться в веках. О нашей больнице, о наших врачах, о наших поколениях. Саженца для посадки на территории ОКБ предоставил Экологический Рязанский альянс, активисты которого реализуют проекты по сохранению и улучшению экологии в нашем городе. Посадка деревьев является одним из самых приятных моментов, поскольку это действие, которое ты сделал однажды, а плоды его будешь наблюдать на протяжении большого количества времени. И посадка именно на территории областной клинической больницы для нас очень интересна, потому что место, куда приходит много людей, место, которое должно соплотить людей, и коллектив врачей, что это будет такая связь, где они смогут пройтись по этой будущей аллее. Весело и задорно врачи стали сажать новые деревья. По мнению участников, это не просто акция памяти, это акция объединения. Хотим сделать небольшой сад для наших больных и сотрудников. По-моему, сохранить природу, приумножать ее, очень здорово, очень правильно. Мероприятие очень позитивное, настраивает на трудолюбивый лад, сплочает коллектив. В жизни человек должен сделать три дела. Родить ребенка, построить дом и посадить дерево. Так что мы делаем благое дело. Давно доказано, положительные эмоции способствуют скорейшему выздоровлению. Озеленение территории ОКБ повышает климатотерапевтические качества для пациентов. Многим будет приятно жарким летним днем прогуляться в тени молодых деревьев. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В преддверии дня пожарной охраны, которую отмечают 30 апреля, в Рязани прошел традиционный автопробег и выставка специальной техники. Площадь Победы на время превратилась в место дислокации пожарных машин. Интересно было и детям, и взрослым. Быстрее везем! Давайте, садитесь! Пристегните ремни! Мы уезжаем! Посидеть в пожарной машине, понажимать кнопки и почувствовать себя настоящим огнеборцем. Об этом мечтают, пожалуй, все мальчишки. Такую возможность им предоставили сотрудники регионального МЧС. Сами ребята после посещения такой впечатляющей экспозиции под открытым небом не скрывают своих эмоций и, конечно, хотят стать пожарными. Мне вот больше всего понравилось тем, что в машинах очень много кнопок. И еще мне вот больше понравился синенький рычаг на большой. Скажи, а ты кем хочешь в будущем стать? Пожарным. Мне очень понравилось лазить вот на машину, где есть лестницы. А мне на этой вот. Все машины состоят на вооружении у рязанских спасателей. Здесь представлены КАМАЗ, ИСУЗУ, Урал и ИВЕКУ. Автомобили здесь, можно сказать, самые современные в последнем поколении. Коленчатые подъемники, лестницы, автоцистерны. То есть техника у нас в гарнизоне одна из самых современных, можно сказать, в России. Каждая машина уникальна по своим характеристикам. Например, в ИВЕКО лестница поднимается почти до 17 этажа. В цистерне Урала помещается почти 6 тонн воды. В КАМАЗе чуть меньше, почти 3,5 тонны. При этом средний расход воды во время тушения пожара составляет 3,5 литра в секунду. Мы сейчас находимся на автомобиле КАМАЗ. Вот эта автолестница поднимается до 16 этажа. Сзади также расположен лифт, который при необходимости поднимает спасателей наверх и вместе с пострадавшим опускает вниз. Также на этом лифте можно подавать наверх воду и пену. Выставка пожарной техники стала интересна и детям, и взрослым. Ведь когда еще удастся пообщаться со спасателями в обычной жизни, а не в экстремальной ситуации? Фото на память в кабине пожарной машины и впечатления на весь год. Таков результат работы экспозиции. Это урок мужества для подрастающих мальчишек и возможность познакомиться с настоящими героями, которые каждый день рискуют жизнью, спасая людей. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Майские праздники – долгожданное время для шашлыков на природе и отдыха. Некоторые водители отметили 1 мая своеобразно. По данным госавтоинспекции, за выходные дни произошло 86 аварий. Почти 50 водителей арестовали за езду в нетрезвом виде. Ярким примером может послужить авария на перекрестке улиц Свободы и Ленина, которая произошла 1 мая. Мчавшийся на большой скорости внедорожник не смог увернуться от столкновений с Дэл Матисом, в результате чего врезался в ограждение и перевернулся на бок. Никто не пострадал. А вечером того же дня на трассе М5 водитель легкового автомобиля задел мотоцикл, которым управлял 16-летний подросток. Оба участника ДТП были доставлены в больницу. Многие знают пословицу «тише едешь – дальше будешь». Однако в большинстве случаев забывают ее или думают, что это не про них. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям о важности быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Сам себе и дизайнер. Хендмейн-индустрия с каждым годом становится все популярнее. При этом к ручному труду стремятся как женщины, так и мужчины. Царство красоты и уюта в Рязани прошло открытие магазина «Леонардо» в торговом центре «Виктория Плаза». Здесь можно найти более 60 тысяч наименований товара. Это настоящий дворец рукоделия. Эфирные масла, парфюмерные наборы для детей, полимерная глина, головоломки, 3D-пазлы, наборы для вышивания, пряжа, принадлежности для скрабукинга – это далеко не весь список представленных товаров. Чего здесь только нет. Швейные машинки, гипсовые бюсты, широкий выбор акриловых и масляных красок. Кисти для любителей и профессионалов. В «Леонардо» можно окунуться в прекрасный мир искусства и почувствовать себя творцом. В магазинах «Леонардо» широкий выбор товаров для мужчин, среди которых инструмент для чеканки и резьбы по дереву. Для того, чтобы покупатель не растерялся во всем многообразии, представлены информационные табло, где легко узнать о нужном товаре. А аппарат для считывания штрих-кодов сориентирует в вопросе цены. Если вдруг в магазине не найдется необходимый товар, его легко можно заказать или забронировать на сайте. В перспективе планируется проведение мастер-классов. Магазин «Леонардо» расположен по адресу Первомайский проспект, дом 70, корпус 1, в торговом центре «Виктория Плаза» на втором этаже. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.tv и в социальных сетях. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова